Что означает визит Орбана в Украину после 10 лет постоянных конфликтов? Начало перезагрузки или игра на публику? Орбану доверять нельзя. Какой тайный план он привез в Киев? Я расценил ее визит Орбана как выполнение им задания Кремля. И сможет ли Венгрия блокировать европейскую помощь Украине, получив на полгода главную должность в ЕС. В ночь на 2 июля венгерско-украинскую границу пересекает огромный кортеж. В сопровождении полиции автомобили берут курс на Киев. Именно так начинался неанонсированный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в последний раз был в Украине почти 10 лет назад. Внимание к этому событию беспрецедентно. С 1 июля Венгрия уже не просто наш сосед и одна из 27 стран ЕС. Целых полгода Будапешт будет председательствовать в Евросоюзе. То, что первый визит премьер-министра Венгрии в этом статусе происходит в Украину, очень символично. Неужели Виктор Орбан решил зарыть топор войны? Я думаю, нужно говорить, что приезд в Киев во вторник – это все-таки под влиянием сильных европейских стран, а конкретно под влиянием Джорджа Мелони и Эммануэля Макрона. Это не то, что Орбан прозрел. Он не прозрел, он остается пророссийским политиком. Визит Орбана в Украину – огромный сюрприз. Поэтому сразу было ясно, что премьер Венгрии ехал к нам не ради вежливости, а что-то предложить. Так, в конце концов, и случилось. В тайном чемоданчике Виктора Орбана лежал мирный план. Правда, из венгерского в нем было только название. Остальное подозрительно напоминало другого автора. Часть мирного плана Орбан озвучивает для прессы. Прекратить огонь и начать договариваться. Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли иначе подойти к вопросу и прервать огонь, и потом продолжить переговоры. Ведь прекращение огня могло бы ускорить темпы этих переговоров. Я расцениваю визит Орбана как выполнение им, во-первых, задания Кремля, привести план по переговорам о будущем разделе Украины. Аналогичный план отвез в Соединенные Штаты Америки в конце июля министры внутренних дел России. Об этом мало пишут, но это сейчас уже более очевидно, потому что в обоих случаях звучал тазис о прекращении огня перед проведением переговоров. Поэтому у меня абсолютно нет в этом никаких сомнений. О том, что Кремль во время этой поездки держит руку на пульсе Орбана, свидетельствуют несколько деталей. В венгерскую делегацию в последний момент включают откровенно пророссийского журналиста. Пока премьер Венгрии в Киеве, его министр иностранных дел Петер Сиярта звонит Сергею Лаврову. Зачем? Орбан, ну, выполнил роль такого себе, знаете, челночного дипломата. И то, что в онлайне фактически Орбана консультировали во время этих переговоров с Зеленским, свидетельствует телефон из воднок Сиярта Лаврову. Такие вещи случайно не происходят. Кремль быстро заявляет, что не имеет никакого отношения к инициативам Орбана. Более того, мирный план Венгрии, мол, им не нравится. Однако по странному совпадению после Киева Орбан летит именно в Москву. Причем говорить не о ГАЗе, а о мирных инициативах, о которых Москва еще несколько дней до этого якобы ничего не знала. Поскольку подобные визиты, как и тема разговора, утверждаются заранее, в Кремле, как всегда, соврали. И турне Орбана стоит рассматривать как пазлы одной игры – продвижение российских инициатив бенгерскими руками. Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это все предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы. После 24 февраля 2022 года в Европе произошло настоящее политическое землетрясение, шокированное полномасштабным вторжением в Украину многочисленные европейские друзья Путина публично разрывают с ним связи. Но не Виктор Орбан. Венгерский премьер упорно продвигает кремлевские нарративы, блокирует помощь Украине и выступает против антироссийских санкций. Откуда такая преданность? Это версия. Она связана с фамилией такого человека, как Могилевич. Семен Могилевич. Это такой криминальный авторитет. Человек из 90-х, который проживал в Будапеште и с которым якобы Виктор Орбан, когда он начинал свою политическую карьеру, имел какие-то связи. Вот. Ну, доказательства, кроме свидетельства одного лица, как бы и нет. Есть много совпадений или несовпадений, потому что как раз с 2009 года Могилевич оказался в России. Вернулся в Россию. Его задержали. И вопрос, что он рассказал, передал Кремлю Путину. По странному совпадению, именно после 2009 года Виктор Орбан особенно начинает любить Россию. Это было в ноябре 2009 года, когда Орбан по приглашению Путина приехал в Санкт-Петербург на съезд Единой России. И там была очень тесная встреча Путина с Орбаном, где, в принципе, были продемонстрированы Орбану соответствующие материалы. В общем-то, Орбан чем-то похож на Путина. Он тоже играет на исторической памяти венгрова, бывшей империи. А защиту венгерского национального меньшинства на Закарпатии сделал главной фишкой своей политики. Причем часто выдвигая абсолютно неприемлемые требования не только для официального Киева. Даже украинских венгров они шокируют. По состоянию на 2012 год было два вопроса. Это политическое представительство венгров в парламенте, создание венгерского избирательного округа, о чем они как бы давно просили. Он существовал в 1998, если не ошибаюсь, и в 2002 даже году. А второй вопрос – это разные типы венгерской автономии. Орбан пытался использовать все эти изменения, использовать венгерское национальное меньшинство. И продолжает использовать, извините, исключительно в своих политических целях. Но в Киеве премьер-министр Венгрии, по крайней мере, публично не скандалил. Вел себя по-европейски вежливо и много улыбался. Даже отказ президента Зеленского принять его мирные инициативы воспринял с пониманием. То есть Орбан демонстрировал, что он настроен на диалог. Ведь несмотря на роль европейского адвоката Путина, венгерский премьер помнит о своих интересах. Именно поэтому в ближайшие полгода эксперты не прогнозируют ни взлетов, ни падений. Он будет использовать этот момент для того, чтобы иметь для себя больше профита. Будет блокировать вопросы, которые будут касаться Украины, но в пределах разумного, потому что формат сейчас устоялся. Он занял очень удобную позицию. Я не помогаю Украине прямо, но и не мешаю другим членам Европейского союза и Североатлантического альянса это делать. Ну, такая состоялась, знаете, сделка неформальная между его коллегами в ЕС, которые очень им возмущены, реально очень злые на него. Визит Орбана в Украину дает надежду, что в отношении двух стран началась, если не перезагрузка, то хотя бы движение к перемирию. Как долго оно продлится? Стоит помнить, что у Виктора Орбана на первом месте всегда была политическая целесообразность. Поскольку именно премьер Венгрии зарывал топор войны, он может быстро вспомнить, за каким именно кустом. Обязательно быть настороже. Орбану доверять нельзя. Если проследить его становление, его действия, его историю, он может меняться на 180 градусов.